добрый день дорогие теле радиослушатели подписчики серферы бездельники просто пользователи есть и такие которые оказались волею судьбы на нашем канале и мы продолжаем эфиры посвященные абсолютно различные хератине которая происходит нашей стране но сейчас есть один процесс который очень важен и этот процесс выражается формулой штайнмайера которые последние несколько недель все говорят и у нас гостях виталий кулик который очень хорошо разбирается во всякого рода формула штайнмайера потому что он долго занимается донбассом и проблемами безопасности поэтому самое время самое место его пригласить привет привет и так давай начнем вот с чего ну ты видел ситуацию на майдане которая разродилась майдан наконец-то разродился вече и в общем то это уже такие даже не молнии а такая набухающая гроза на наших глазах которая по всей видимости связана с тем что зеленский долго игнорировал знаки судьбы которые ей настойчиво посылали в том числе и мы и вот теперь ситуация выходит на новый уровень какие украины есть пути выхода из вот этого штайнмайерского тупика назовем вот так в которой мы сами упорно залезли я думаю что даже не тупик это пике большому счету мы еще падаем да потому что то что называется формула штайнмайера большому счету создает много вызов и рисков первый риск это то что мы односторонние и реализуем часть минских соглашений когда другая сторона наши оппоненты фактически игнорирует ряд положений не соблюдает последовательность термины сроки реализации или частично выполнять мы на этом все закрываем глаза при помощи естественно запада который нам говорит о том что давайте закрывайте глаза давайте исполнять просто пример сейчас идет к разведению сил в золотом настолько я понимаю есть формальное согласие как бы оккупационных администраций на то что там будут разведения я знаю по работе своей работе советником губернатора луганской военно-сельной администрации в шестнадцатом семнадцатом годах что на той стороне существует база военной техники боевиков и минные поля кто начинается буквально с среза дороги более того я знаю что по ситуации на вчера до сих пор украинская страна не получила карты этих минных полей и не произошло полное выведение вооруженной техники в от золотого подразделения не отошли в достаточной мере для того чтобы говорить о том что заведение начинается более того у нас поставь построена на квпп это пункт пропуска полностью готов к эксплуатации и мы готовы были открыть еще и во семнадцатом шестнадцатых годах но в семнадцатом восемнадцатом уже были точно готовы но на той стороне никаких действий по реализации пункта пропуска в золотом не не производится более того о об открытии пункта пропуска золотом вообще не заикается время обсуждения это все ситуации пример обмен всех на всех на гад будет новый этап обмена военнопленными по сути это освобождение наших ребят из плена но меня бы интересовало бы механизм недопущения появления новых заложников всех на всех и ставим точку но об этом даже не заикают со стороны та сторона в первую очередь с конфедерацией вообще откажется обсуждать подобные инициативы не позвал о том квпп не о том чтобы создать механизм недопущения появления новых заложников и это факт кроме того если мы говорим о реализации отведения скажем вооруженной силы ремонта моста в станице улганская он не прописан никакими дополнительными документами шестнадцатого года на которых ссылается в тех кто защищает формулах штайнмайер например восстановление моста обходной мост реализовывался без участия украинской стороны мы не знаем что там находится под мостом какие укрепы и то что не было разобранное фронтфакционное сооружение на другой стороны северного донца тоже факт то есть и даже более того боевики которые находятся на пункте пропуска в станице луганска это те же люди которые раньше были повязками мгб лнр так называемых сейчас на деле повязки мчс лнр но мы знаем их не позывные что это на суде сельской федерации что что это известные боевики с позывными принимаем участие в актах агрессии против украины то есть все если все это сложить можно говорить о том что есть несимметричное выполнение условий минска в том числе фор в части формулы штаммайр дальше в той же формуле штаммайра точнее в рамочном соглашении 16 года договоренности до стороной контактной группы есть пункт о том что вы разведение сторон разведение сил и создание деметризованных зон происходит после семидневного полного режима тишины по линии разделения в точках где будет происходить разведение семидневная полная тишина но ни в станице луганской не в золотом не петровском богдановке нет семидневного режима тишины более того за последние три месяца мы наблюдаем значительный рост количества обстрелов погибших и раненых это больше три месяца мы получили больше погибших и раненых чем за три месяца президентства порошенко в конце его срока и они называют это перемирие это не перемирие это не режим тишины это не соблюдение условий рамочного соглашения 16 года это не асимметричное или симметричное выполнение условий поэтому на мой взгляд все технические описание формулы штаммайра в части технического выполнения разведения сил они не выполняются и практически будут проигнорированы то есть мы отведем мы дадим карты минных полей мы создадим дематриализированную зону и пустим туда полицейских с дубинками без регистрационного оружия та сторона ничего не собирается более того будет концентрировать подразделение так называемой народной милиции в зонах где должно было произойти должно было отведение сил то есть это надо понимать это это угроза прямая угроза объектом находящимся в золотом и в станице луганской это школы это трансформаторная станция это насосная станция и это прямая угроза счастью то есть тэц это находится в счастье а это энергопитание всего региона не только оккупированной территории но и наш я просто скажу зрителям что очачинской тэц критически зависит луанская область потому что если она отключается то все на же полу области вырубается да у нас область вырубается по более того и подажность и по подачи воды тоже вырубается там это начинается глобальная экологическая и техногенная катастрофа но дело в том что там есть какие-то договоренности которых мало знаем потому что обстрелов в самой тэц не происходит очень давно то есть после 15 16 года в целом почти нету тэц но мы знаем что она заминирована мы знаем что есть работы снайперов они стоят на месте о том что есть тестированные снайперские удары по нашим территориям и тоже знаем ночные мы тоже знаем о том что есть группа быстрого реагирования которая была перейти через мост разрушенный или плавь и атаковать то есть мы все эти планы знаем перехват разговора у нас тоже есть начиная там 16 год но это отведение в этих зонах так называемых демократизированных зонах наших подразделений создает прямую условию безопасности всего региона всего региона луганской области и захода в тыл а дальше нас вот от счастья удар на наши позиции вплоть до северодонецка изюма и дохать поэтому на мой взгляд говорить о отведении можно было бы тогда когда было бы обеспечение хотя бы режима тишины мы тогда бы замерили готовность той стороны отвечать за свои слова пока этого не произошло даже в этих мелочах не произошло я уже не говорю о дальнейшем дальнейшая схема мы после отведения говорим о том что вот у нас перемирие удалось отведение силы удалось мы снизили соприкосновение в на тех точках боевое но я думаю что даже после отведения сил мы видим сохранение количества обстрелов каждый день по 25 по 20 до 30 обстрелов а один обстрел это не значит пух и все это бесперебойная работа артиллерийской системы или там крупноклубинного пулемета бесперебойная работа это может быть ну до 400 выстрелов один один обстрел и когда говорят что 30 обстрелов это не 30 выстрелов это бесперебойная работа артиллерийской системы поэтому это множество вызов взрывов и ударов это необходимо понимать естественно мы теряем ребят и даже если мы там разведем это не значит что будет деэскалация ситуации в Авдеевке на Мариупольском направлении и в других направлениях ну да если их развели на километр артиллерия может там бить на 10-15-20 километров тем более ситуация по той же странице Луганска и по других частях там где будут разведения нам невыгодно географически то есть с точки зрения банальной географии они находятся на высотках и могут спокойно обстреливать большие территории на нашей стороне если мы говорим о политическая часть после так называемого разведения и обмена всех на всех мы получаем то что называется политическая часть имплементации минских соглашений выборы в действительности когда обсуждал с формулой Штаймайера когда об этом говорил Марчук как один из тех кто был готов подписаться под ней они говорили о том что это обсуждение модальности выборов то есть начало беспрековая часты разведения а потом они переходят к дискуссии о формуле как провести выборы у нас же происходит подмена понятие просто в воздухе сальто и нам уже говорят что вот есть уже маж 1939 система есть некий закон давай закона который не видели не в мире нашим не верхний президент а потому что я знаю как готовится документы и все эти безопасности и в миде и в месяц президента там работу в среде безопасностиigt называться президента я знаю как проходят весь документы оборот как готовится драфт на кого его расписывают кто с ним знакомится и понимаем где могут быть утечки этого всего. Так вот, не было утечек и не было доступа людей, которые пишут такие документы. То есть кто-то спустил сверху, не сверху от президента, а кто-то дал президенту Зеленскому драфт извне. Я думаю, что это была группа ОБСЕ, или это были те же россияне, которые просто навязали свою повестку, дали свое видение будущего закона о выборах в Ордлое, сказали имплементировать. Это не просто небезопасно, это значит, что мы находимся в чужой повестке дня, которая проработана до мелочей, а мы на нее не имеем ответа. Более того, если мы говорим об амнистии, например, это тоже один из этапов, один из элементов формулы Штаммайера, так называемой формулы Штаммайера и Минских соглашений. Это амнистия. Нам говорят, что не будет амнистии для тех, кто с оружием в руках воевал против Украины. В действительности будут амнистии, будут амнистии, потому что все мы понимаем, что амнистия должна быть тотальной. Для всех чиновников, так называемых ЛНР, ДНР, для всех, кто принимал участие в формировании или проведении референдумов, так называемых, и силовиков. Вот уровень силовиков, возможно, да, от самых одиозных будут очищаться. Но люди, воевавшие против Украины, будут, обязательно будут, так называемая народная милиция. И нам предложат с ними проходить общее патрулирование, так называемой серой зоны. Я думаю, что это, ну, не просто неприемлемо, это недопустимо. Пока не будет существовало переходное правосудие в отношении виновных, которые проходят по нашему Кринальному кодексу, до тех пор говорить о справедливости и нормальном реинтеграции не имеет смысла. Все рассказы о том, что есть мирные планы, которые были реализованы, там, в третьих странах, в Северной Леоне, там, в Хорватии, это все разговор для бедных. Потому что в Хорватии, перед тем, как произошла реинтеграция, была военная операция, которая позволила очистить часть территории. Был подготовлен базис. Было нанесено ощутимое поражение с сербской стороны. А уже потом произошла реинтеграция. И то сейчас хорваты выгребают напряженность, готовность торонцов скрутиться снова за ножи и организовать бойню, как только ослабнет влияние Европейского Союза Американцев. О том, что есть историческая память, и она проходит сквозь жизни всего народа, это ненормальная жизнь в Буковаре. Там, надо посмотреть на стигматизацию своих стражданий хорватами и сербами. Это не примирение. Это насильственное принуждение к примирению, которое потом взорвется, неминуемо. Так же, как и в Бошнии, на самом деле. В Бошнии то же самое. Если вернуться к выборам, есть так называемый план Б, Б, о котором и ты говоришь, и говорят многие эксперты, о том, что вот, будут выборы там, как бы, мы их не признаем, потому что они были не по украинским законам, и не по принципам, там не будет доступа украинских политических партий, кандидатов, информационных ресурсов и так далее. Так вот, я скажу, что будет гибридный вариант. Более того, БСЕ признает эти выборы в способ, который она обычно делает. 100%. То есть, будет первый блок позитивный, о том, что вот шаг навстречу, был осуществлено там ряд мер, есть часть демократичности участия, обеспечена была явка и так далее, но есть нарушения. И в выводах ничего не будет сказано о том, что выборы пришли. Незаконно, то есть, соблюдают полностью критерии, или не соблюдают. Скажут, в целом, это позволяет установить мир. Конечно, и будет отдельное мнение наблюдателей, которые скажут, вот одни скажут, да, там было полностью демократично, все было законно, вторые скажут, там были нарушения, это было незаконно. В целом, ОБСЕ как структура выборы признает, надо понимать. Более того, есть прецеденты, когда международное сообщество признавало демократическими выборами в Ираке, в Афганистане, где правительство контролировало только часть правительственного квартала, а не территорию. И выборы там признавались демократичными, потому что это было выгодно определенным глобальным игрокам, определенной политической конъюнктуре. У нас будет то же самое. Поэтому, если мы готовы сами затянуть на шее себе петлю, мы должны идти по формуле Штаймара до конца. Более того, на мой взгляд, вся эта игра со всей этой Штаймарной связана с тем, что господин Зеленский слишком придает значение личной встрече с президентом Путиным. Он считает, что личное обаяние лидера вселенного масштаба, как Зеленский, повлияет на Путина, и тот смахнет слезу и скажет, хорошо, давай мириться. Вот есть такое, скажем так, иррациональное убеждение Зеленского о том, что он может отлично встречать с Путиным, может на что-то повлиять и сдвинуть с мертвого. Таризма решает все. Да. Но таких, как Зеленский, Путин за всю свою каденцию щелкал неоднократно. И более того, Зеленский сделает так, что Зеленский будет уверен, что это победа его, а это будет полное поражение страны Украины. Мы проиграем от этой встречи, потому что у нас нет с чем идти к Путину на переговоры. Мы можем принять только его условия, российские условия нашей капитуляции. Если вот вкратце по форме штаммара это некая сейчас в данных условиях уже, когда мы уже сделали определенные действия, это напоминает уловку 22 Гиллера. Когда любое действие это неправильное действие. Вот сейчас практически мы в такой ситуации. Любое наше действие это неправильное действие. Да, я согласен с Бессмертным, который утверждает, что Зеленскому ничего нельзя подписывать в Нормандии. Я считаю, что уже Зеленский проиграл Нормандскую встречу. Что бы он ни сделал. Поэтому позитивного выхода из этой ситуации может быть только требование к той стороне к россиянам буквального соблюдения процедуры. На этом их можно легко ловить. На этом они ловятся и палятся. И можно это использовать для того, чтобы принуждать к неким встречным инициативам. Но к этому не готова Нина Шмидт, который по факту стал флюгером. И не готова наша администрация, которая де-факто занимается не дипломатией, а решаловым. Это традиционно для этих ребят, которые окружились сейчас Зеленского. Мы порешаем. Не создадим институции, игру, концерт влияний. А мы порешаем. Ну и уже выгребают из-за этого скандал в Штатах. И вот эти грабли, которые будут постоянно их бить, потому что включаются все возможные кейсы против Украины. Украина становится токсичной с точки зрения переговорного процесса и взаимодействия. И Зеленский играет в этом клачевую роль, потому что он этого как бы не понимает. Какие могут быть альтернативы? Вот пристайка на свободе слова заявила о том, что может быть вариант 2, вариант 3, вариант 2 миротворцы, вариант 3 кипрский вариант. То есть, в принципе, мне кажется, что, допустим, кипрский вариант был бы для нас вообще бы в той ситуации сложилось очень даже неплохим выходом. Кипрский вариант предусматривает миротворцы на линии разношения. Русские, кстати, это предлагали. На мой взгляд, это консервация конфликта и любая реинтеграция просто невозможна в принципе. Это вообще, как бы забыть. В нынешних ситуациях, если, скажем, год назад я был катерически против, считая, что мы должны возвращать территории и людей планомерной работой, в том числе военной, политической и дипломатической, то сейчас я считаю, что в нынешних условиях промежуточным вариантом вполне может быть вариант заморозки и отложенного решения. Не кипрский, а скажем, украинский вариант, потому что у нас не получится так сделать. Я являюсь старым критиком миротворческой операции, потому что считаю, что миротворцы здесь ничего не сделают и только будут хуже от этого. При том, что если нам предложат в качестве миротворцев каким-нибудь бандаладешцев или пакистанцев как равноудаленных в конфликте, то это не устроит ни украинскую страну, ни россиян. Россиян и русские будут требовать белорусов, каких-нибудь и казахов или армян и даже азербайджанцев. Мы же будем понимать, что любая страна члена ДКБ, организация коррективного договора, так называемый Ташкентский пакт, субернированного под российские интересы, является пустить союзника России или российских офицеров просто в чужой форме на линию разделения, как это произошло с ОБСЕ. Поэтому, на мой взгляд, любые миротворцы в этой истории пока тоже контрпродуктивны. Мы еще не выработали всю позитивную повестку, оставшуюся от прошлой власти. Я был критиком Порошенко, последовательным его методовских операций и его идеи методовской операции и его концепции урегулирования. Но там сохранялся во всяком случае некий люфт для маневра. Сейчас люфт маневра закрывается, окно возможностей сплющивается, закрывается и остается такая ловушка 22. И это очень плохо. Потому что, на мой взгляд, у Зеленского была возможность расширить окно возможностей, дать новую перспективу, создать новые условия для диалога, апеллировать с нашими партнерами и союзниками предлагая встречные инициативы. Но этого не произошло. Произошло ожидание некого чуда от личной встречи. И фетиш личной встречи с Путиным заменило всю процедуру и всю дипломатию и военно-политические мероприятия. Он начал спешить, он начал говорить давай-давай быстрее-быстрее, потому что мы же пообещали людям и так далее. А спешка это всегда признак слабости, потому что тот, кто спешит, тот хочет больше, чем... Ну вот, он объявил перемирие, 32 человека погибли. Да, поэтому вот на твой взгляд, что... Почему Россия ужесточает... Точнее говоря, понятно, почему Россия ужесточает. Она видит сейчас шанс и она как раз повышает ставки, там, начинает бросать и со стороны орловцев, в том числе, вот эти заявления Пушилина, что только капитуляция Украины там и так далее. Чесноково прекрасное заявление о том, что Украина получит только условный суверенитет над территориями. Это все, что они могут получить от Минских соглашений. Это все правда. Это неприкрытый цинизм российской стороны в отношении Украины. И этого наши дипломаты и наши политики не видят, не хотят замечать. Более того, мы разыгрываем какие-то мелкие вещи, акцентируем на технической реализации Минских соглашений или там тот же формулы Штаймара и не видим глобального контекста. А глобальный контекст это капитуляция. Мне не нравится это слово не капитуляция, эти акции, но с другой стороны я прекрасно понимаю, что то, то, к чему ведет сейчас Зеленский, это по факту сдача оппозиции. Это сдача оппозиции и большая отступление. И естественно, это будет толкать людей на улицу. И смотри, вот первый протест большой, который был в минувшие выходные, он, в общем-то, мне кажется, банковую насторожил, насколько я знаю. Ну, не то, что насторожил, они, в общем-то, неожиданно были. Они не ожидали, потому что Зеленский, как актер, он любит атмосферу всеобщего обожания. И это, кстати, я думаю, Путин очень хорошо считает. Вот. И, соответственно, для него было это неожиданностью, и они начали петлять. То есть, мы видим, что сейчас появились вот эти вот, от приставика, пошли месседжи там и так далее, и так далее. То есть, как ты думаешь, в принципе, если акции дальше будут расширяться, то насколько нам удастся сохранить управляемость над этой ситуацией, потому что, по большому счету, для россиян развитие этой ситуации выгодно в любом случае, поскольку происходит потеря управляемости, отлично, то есть, можно еще больше завысить. Так, более того, они подъюживают этим настроением. Да. Если мы видим ток-шоу или там заявление о комбинационных администрациях, мы видим четко месседжи, направленные на инспирацию в ростуляция, капитуляция и так далее. С одной стороны, ну, это цинизм и попытка себя повысить в своих глазах, а с другой стороны, это действительно игра на расколе общества. Но есть здесь один нюанс. На мой взгляд, Порошенко не следует возглавлять процесс сопротивления. Вообще, бывшей власти было бы целесообразно немножко дистанцироваться от процесса организации протеста. Потому что не Свенорчука мучительно с патриотизмом. Сто процентов. И, естественно, что от этих протестов, если мы там видим Фриз, Порошенко и Жесних, это вызывает отторжение. И для меня, как критика Порошенко и для многих моих знакомых, которые против политики Зеленского, очень некомфортно присутствовать на одной площади в одних акциях с людьми, которых мы считаем таким же предателями или таким же тем, кто сдавал интересы Украины. Поэтому в этой ситуации я думаю, что будет в определенной мере дифференциация протестного движения. И будет выделяться действительно общественный протест, общественное сопротивление, которое будет расти. Это похоже на Майдан без политиков. Почему Майдан как Евромайдан удался? Потому что начиналось это с правильного лозунга и правильной темы Майдан без политиков. Если бы там были только флаги Батьковщины или тогдашней оппозиции, люди бы не вышли на Майдан. А под требование депортизированную акцию протеста люди поддерживают. Здесь то же самое. Но дальше Майдан проиграл именно по той причине, что не произошла с политической структуризацией. Старые партии подхватили. Тут как раз возможность кристаллизации новой политической конструкции. Сейчас действительно речь идет о формировании нового центра сопротивления, который был не связанным с прошлой властью. И это важная задача для гражданского общества и для протестных инициатив. И если Порошенко действительно хочет, чтобы этот протест рос, и так или иначе он его бы в будущем защитил от политических преследований, то тогда он должен держаться подальше от лидерства в этом протесте. Это очень важно. С другой стороны мы понимаем, что есть провокаторы в виде Белецкого и все, что связано с надсими национальными дружинами, которые пытаются это дело использовать в своих целях. Уже сейчас они идут на золотое, уже сейчас они заявляют об отдельной колонии, которая будет идти параллельно 14 октября параллельно акцией протестующих. И таким образом также будет действовать радикально, стычками и так далее, показывать звериный оскал украинской хунты и фашизма как людям в телевизоре в украинском, так и российскому потребителю. Это другая опасность. Но я думаю, что подобные инициативы быстренько будут изолированы и дальше, чем азовское движение этой инициативы не выйдет. Надеюсь, так и произойдет. Потому что провокаторам спокойно можно сказать их место. Давай завершаем по максимуму реалистично. Что мы должны получить на выходе? Что мы реально можем получить? Что можно было сказать? Да, вот эта ситуация нас удовлетворяет по Донбассу. Мы договорились с русскими во время нормандской встречи и американцы подключились. И такой конструкт является для нас удовлетворительным. Я не вижу возможности достижения такого конструкта. То есть сохранение нашей субъектности и обеспечение контроля за линиями и даже деметризированными зонами. Это не реалистично. Это не реалистично. Миротворцы тоже не реалистично. Для меня было бы целесообразно вернуться в статус-кво выполнение пошагового Минского соглашения. Как минимум. Хотя я критик Минска-2. Но я понимаю, что если мы вернемся к пошаговости и логике выполнения, тогда можно будет говорить о том, что некая конструкция может заработать. Сначала безопасность, потом политика. Пока не будет безопасности в полной мере, стопроцентно выполненной, симметрично выполненной, с рудениями всех дат. До Вот это могло бы стать подморозкой. Это могло бы стать подморозкой. То есть мы ситуацию морозим на некоторое время, делаем отложенные решения, то есть говорим о том, что к статусу, к конституционным изменениям, к выборам мы переходим, когда будет решена техническая гуманитарная часть и это откладываем, как было с Приднестровьем. То есть решаем гуманитарные проблемы бытовые, а потом возвращаемся к политическому кейсу, как к этому кейсу, на перспективу. И вот здесь первая наша задача это решить кейс безопасности. Прекратить стрелять, как говорит Зеленский. Только гарантированно прекратить, чтобы это был режим тишины, 7 дней, потом-30 дней и дальше. Вот полное прекращение огня. И тогда можно переходить к неким новым качествам. Пока этого не происходит. И, кстати, Штанмара был одним из тех, и немцы в первую очередь, которые говорили, что забудьте об этом. Забудьте о режиме тишины. Давайте параллельно все это делать. Мы сделаем политический кейс, и оно само как бы прекращает стрелять. Не прекращает. Количество все это увеличивается, когда мы отводим свои вооруженные силы от линии разделения. Я думаю, что это неправильно. Согласен. На этом заканчиваем. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не теряйте самообладание. Враг будет разбит, победа будет за нами. Как говорится. Субтитры создавал DimaTorzok Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok